привет привет мои хорошие рада вас приветствовать немножко покажу вам сегодняшний наш день сейчас тут у меня девчонки сидят ледусь сидит занимается со своим планшетом до ледусь анютка мой диван который заляпала таням тут рома он сегодня так хорошо натянул полностью здесь на диван и мне кажется что получилось вообще здорово конечно сам диван он кожа натуральная а вот это вот ком ком кожа зам но в целом вот так когда смотришь цвет конечно отличается но такая-то более слоновая до кости это более к бежу но тем не менее смотрится лучше чем было танец как думаешь намного да когда уже там уже дети разобрали часа тут и приготовила фарш это куриный фарш с наших домашних птичек тут у меня варилась свекла хочу сделать свекольный салат такой с луком давно что-то не делали соскучилась я за ним рома тут занимается хозяйством сегодня еще трех штук но он хочет 7 попробовать тушенку сделать в этом в автоклаве ведь хочу попробовать сделать тушенку что из этого получится смотреть вот так вот он опаливает я не могу понять может мы что-то делаем не так у нас на вот такие они черные такой запах конечно они это не очень приятные за счет этого тут у меня еще тесто осталось соватрушек вот думаю что с него тоже что-нибудь сделаю в общем планов больше как у наполеона сейчас стою вспоминаю мне рома говорит сделай котлеты как ты делал в прошлый раз куриные это очень вкусно было и вот стою и думаю как я делала прошлый раз с яйцами или без яиц что-то мне кажется я по-моему делала их как драники добавляла яйца немножко муки и это все жарила мне так кажется сейчас так попробую сейчас ходила вспоминала вспоминала вспомнила что у меня был фарш я делала пельмени у меня остался то есть там был но я не помню добавляла туда яйцо или нет сейчас буду делать как я обычно делаю может знаете есть такие шницели по министерски называются только там курица конечно надо было не фарша а надо было ее кубок такими кубиками порезать но то же самое может быть сделаете попробуйте очень вкусно получается я хочу сейчас тоже сам попробую сделать с фаршем часто фарш туда добавлю черный перец где-то там ничего не сыпьешься никто-то спрашивает оксана что ты не покупаешь этот черный перец горошком вот надо мельницу какую-то хорошую у меня мельницы нет сайте иначе почему-то очень сильно морозить этот холодильник вам не могу яйца же замерзают я уже будет дело самую высокую температуру но самая теплая которая там есть в настройках но все равно что как-то сильно морозит даже фрукты перемораживает и сейчас сначала все перемешаю а потом добавлю сюда муку шпичку можно включить пускай потихонечку греется но когда плита такая вот как у нас индукцион она конечно нагревается секундное дело муки я думаю что где-то она 3 столовые ложки по сути с горкой мы это сделаем муку обычно большими покупаем мешками минимум 10 килограмм и вот в такие ведра очень удобно хранить купила я тогда помните показывала муку казахстанскую такая она синяя упаковка до этого я брала макфу она мне нравилась была неплохая мука но вот как-то вот бывает хорошая хорошая а потом вот портится почему так ну вот наверное зажираются производители ничего не имею против может быть мне попалась такая партия и все перестала я ее покупать потом мне кто-то из подписчиков посоветовал муку царь мука и вот ее покупала классная мука царь мука а потом я как-то кто мне мне кто-то написал из подписчиков и ну казахстанская мне написали ее название я думаю ну вы вообще интересны где нам найти такую муку потом пришла в магазин и я когда у нас есть такой один магазин там много всего такого интересненького всегда есть я туда пришла смотрю а там реально есть эти эти это мука я у девчонок у продавцов спросила мол хорошая они мне города классная мука я купила значит девчонки реально офигенная мука на сегодняшний день пока мне кажется что она лучше пока ее буду брать она по цене немного дороже было чем этот как его немножко дороже было чем царь мука это но вот в маленьких расфасовках меньше чем 10 килограмм я не видела ее если кто-то пользовался девчонки такой мукой то напишите опять же да какой мукой сейчас кто-то смотрел потому что у меня получилось прошлый раз я тогда а чё это кипятила блузки белые и девчонки а потом на следующий раз я уже кипятила детское белью в которых были пятна и девчонки меня спрашивали хотя вот предыдущем видео до было показывал как я это все делаю и уже не просто как ты делаешь а я не стала то же самое показывать почему потому что думаю ну прошлом видео про все показала но все-таки значит надо было это все показывать как я это сделала прошлый раз этими с роллами то есть когда я готовила то я делала соус то есть как делать рис я в одном видео подробно показала как готовить его в граммовках и в следующем видео я уже просто продублировала из того видео взяла и вставила сюда мне конечно такие моменты мне так нравится когда мне кто-то начинает писать о том что ты показал какое-то старое видео еще что-то вот так вот жарятся мои котлетки сейчас я их уже думала будут переворачивать и с вами еще поболтаем нравится мне переворачивать вот такими вот сами очень удобно даже не помню где-то я сейчас взяла для котлет вообще супер удобно хотя смотрю некоторые девчонки вот блогеры они это так надо уменьшить огонь я думаю на семерку и не на девятки некоторые блогеры смотрю как-то прилавчились вилками но когда у тебя дорогая сковородка на которой нельзя да соприкосновения с металлом я вот не рискую да возможно конечно это удобнее но зато здесь я знаю что моя сковородка не повредится пока приготовлю куда их буду складывать не приготовила люблю использовать для жарки вот такие вот салфетки они дешевые и замечательно можно застелить ими тарелку и классно они в использовании так сказать и я на ней складываю много этих салфеток а потом еще между котлетами тоже кладу то есть один слой котлет выложила положила салфетку один слой выложила положила салфетку будут следующий склой для чего я кладу вот эти салфетки все равно коржавич на масле масло этого очень много это лишнее и салфетки в себя впитывают и не так много вот этого вот лишнего масла потребляется в пищу сейчас делала я пост в сообществе о том что похудела я похудела на 15 килограмм мне кто-то пишет оксана мол незаметно кто-то пишет что заметно дело в том что когда если бы я допустим весила 70 килограмм да я бы похудела на 15 конечно это было вообще ярко заметно но когда ты женщина такая в теле то это не особо заметно и это начинает по чуть-чуть по чуть-чуть уходить понемногу но девочки я уже как вы помните я осенью покупала себе куртку пуховик то в этот пуховик я уже влезла все он у меня уже есть но я вам по секрету скажу что я тогда покупал не одну две куртки потому что они были по распродажам и я взяла все классные такие две куртки одну на размер на четыре или пять размеров меньше а вторую взяла на шесть размеров меньше то есть в одну я уже влезла я в ней уже хожу и замечательно в ней кстати говоря выгляжу а другая я ее уже могу одеть но еще не могу ее застегнуть на еще худеть но к зиме будущей я думаю что она мне уже будет замечательно сидеть вот все прекрасно по поводу девчонки как худею худею я с помощью врача у меня сестра у нее есть своя методика похудения то есть она сама разработала сама ее делает но для каждого человека индивидуально в зависимости от возраста от сопутствующих заболеваний которые у человека есть от анализов которые изданы то есть из вот этого всего то есть не бывает одного да идеального метода для сброса лишнего веса для всех не бывает его то есть он для всех индивидуальный с чего мы начинали мы начинали это сдача гормонов то есть я тоже об этом хочу очень рассказать но если понятно я подзабыла когда я сдавала тест на гормоны нет не на гормоны а на генетический тест сдавала конечно стоит он дорого если вам будет интересно и вы тоже захотите сдать потому что он мне очень помог в понимании моего организма что смотрите для обычного человека углеводы достаточно кушать один раз в день моему организму повышенное требование то есть ему необходимо больше углеводов чем другому человеку и мне даже углеводы можно есть на ночь то есть он их замечательно усвоит и не отправится в жиры но без фанатизма конечно значит сейчас руки помоем и мы с вами продолжим насчет этого теста если вы надумаете то они как блогеру делали для моих зрителей скидку в 10% когда вы сдаете этот тест то он у вас готовится как это все происходит вам сначала курьер привозит домой все необходимое для анализа там написано все в подробностях как его сдать когда почему после этого когда вам приходит этот тест вы его берете звоните в лабораторию говорите что вы собрали и вам приезжает в удобное для вас время курьер и забирает потом через 2 недели вам по электронной почве готовится уже результат я покажу свой результат я думаю что на днях наверное сделаю такое видео и вам покажу как это все выглядит у меня потому что когда ты выглядишь на примере это очень интересно там на 50 страниц вставляется на 50 страниц текста о том как и что по твоему организму какие лучшие упражнения чем лучше заниматься очень много всего то есть очень интересно если вам будет интересно то там скидка промо код когда вы будете оформлять надо написать строго код на английском языке своим я оставлю в описании и вы сможете это более подробно прочитать и вот мы с сестрой сдали значит сначала вот этот вот генетический тест потом она мне написала те анализы которые необходимо сдать гормональные потом мы выяснили о том что у меня есть кишечный грибок который требует сахар за счет которого у меня была вот эта вот дичайшая зависимость от сахара но это будет вообще отдельная история как это все у нас конечно начиналось как мы это все делали я думаю что это будет уместно все рассказать тогда когда будет какой-то уже такой видимый результат когда действительно это получится и пока это начало да но самое тяжелое девчонки это начать это самое тяжелое а потом это все уже втягиваешься что ли привыкаешь к этому и все идет по накатанным безусловно что похудение все знают теорию как похудеть абсолютно все уменьшаешь калорийность в питании и увеличиваешь подвижность все ты начинаешь худеть теорию все знают но есть очень много своих нюансов очень много которые без врача и без изучения своего организма изучить достаточно сложно и вот вместе с вами хочу потом это все мы с вами изучим я вам потом все расскажу и все покажу более подробно ну вот так вот у меня начинался мой путь к похудению и вот сейчас еще свеклу сделаю я конечно то что вот это вот сейчас я жарю на масле это я кушать не буду то есть это я не кушаю если мне уже что-то допустим такое вот ну вот прям мрак теряя сознание мне хочется то это я делаю только утром когда я уверена что у меня это все сожгется да грубо говоря ну и от сладкого отказалась и мне у меня вот эта зависимость очень долгая была то есть пока мы не начали лечить вот этот вот грибок кишечный то блин девчонки было очень тяжело я вам очень скажу что было очень очень тяжело невероятно но это все более подробно потом вам расскажу такая у меня тут сегодня получилась болталочка напишите вообще любите вот такие видео или нет раньше как-то я практиковала такие видео а потом а потом что-то как-то влоги пошли скажите ваше мнение как вам такие влоги вот а я вас обнимаю целую и на этом пока 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 все